С Верой в спорт В РПФ по Кировской области Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Чемпион мира 2018 года В супертяжелой весовой категории Среди профессионалов Здравствуйте, Филипп Здравствуйте И Андрей Дуденец Мастер спорта международного класса по жиму штанги лежа Двукратный чемпион мира среди юниоров Добрый день, Андрей Здравствуйте Итак, давайте для начала расскажем слушателям Что же за мероприятие такое Кубок Андрея Беляева Когда впервые Это мероприятие состоялось Андрей 30 марта как раз впервые Состоялось это мероприятие Да, впервые проводилось соревнование В эту субботу Первый кубок Так сказать, мы положили начало Ежегодному турниру Давайте поразбираться Чем же служил Андрей Беляев Столь почетную миссию Что его именем Сейчас называется кубок Андрей Беляев является самым титулованным кировским пауэрлифтером Вот он уже такой стал легендой Кумиром, примером для подражания Мировым рекордсменом Неоднократным в отдельных вот движениях пауэрлифтинга и в сумме троеборья И поэтому у нас возникла такая идея провести Так как мы все кировчане И была идея провести значит кубок в его честь Ну и еще нам, наверное, немножко, так сказать, обидно за человека Потому что на Вятской земле Его мало кто знает Знают по всей России, в других регионах Ребята специально как раз из других регионов Все они приезжали, чтобы посмотреть на него А в Кирове как-то недооценен Наверное Мало кто Его даже больше, наверное, за границей знают Чем даже в России, если так вот брать общее К сожалению, к счастью, часто такое бывает Что есть статьи про спортсмена на французском языке В Википедии, но нет на русском Причем спортсмен наш, российский Может даже кировский Давайте тогда восполним этот пробел И расскажем, ребята, что вы о нем можете сказать Заслуги его мы уже знаем Да, как он прошел этот путь Да, с чего он начинал Почему мы должны на него равняться Не только ведь из-за его достижений Но и из-за его какой-то целеустремленности Правда, что он преодолел себя Да, Филипп? На самом деле, каждый из нас Ну, каждый человек разный У каждого свой темперамент, менталитет Каждый притягивает по-разному к себе Допустим, Андрей всегда был скромный Может быть, из-за этого, может, кто-то мало о нем и знает Людей скромный, тихий мужчина Который много поднимает Много поднимает даже на уровне, допустим Проводился Суперкубок Титанов Где ребята, которые в полтора раза больше Его по весу поднимали столько же Сколько и Андрей Это что за Суперкубок Титанов? Расскажите Это одно из, наверное, самых таких значимых мероприятий В мире пауэрлифтинга Которое сейчас на данный момент уже отсутствует Но ранее проводилось ежегодно На уровне, ну, на мировом уровне Все звезды пауэрлифтинга съезжались в городе Санкт-Петербург И наш, как раз Россию и город Киров Представлял Андрей Беляев Он был самый легкий из всех То есть он весил до 100 килограммов Всегда там 98, там 99 А ребята, которые другие выступали Весили от 130 То есть было разрешено в таких вот Миксовые категории, да? Да, нет, объединили просто без категорий Просто все на одном уровне На одной планке Выходят, поднимают Без, так сказать, категорий Вот одна категория вся Кто больше поднимет? Кто больше поднимет? И Андрей при такой конкуренции Даже становился третьим Из восьми там самых сильных Ну да, у него была сумма Тогда тонна 100 В сумме трех упражнений Тонна 100 То есть за раз он сколько поднимал? У него вот, когда он собрал Это сумма трех движений Да, да Я напомню Вот когда вот он собрал тонну 100 И стал третьим У него там было по движениям Приседаний 425 килограммов Жим 300 И тяга 360 Там на остаток 365 По-моему А, 375 Мы можем что-то ошибаться В каких-то цифрах Ну, примерно Порядок цифр нам ясен Да И слушатели сейчас Уверенно удивлены Во-первых, как человек Будучи Это при весе 100 килограмм При весе 100 килограмм Поднимать 11 своих весов Да, как это возможно И второй вопрос Для чего это возможно Давайте разбираться со всем этим Я думаю, что вот это как раз Нас наведет к феномену Андрея Беляева Да, почему это все так интересно получается И к самому мероприятию Которому мы сегодня собрались поговорить Итак, как это возможно Что делает человека таким сильным Тренировки Мотивация Наверное, мотивация В первую очередь мотивация Сколько знаю, допустим Ну, у нас тоже Так сказать, город маленький Общаюсь с другими тренерами И те, кто, допустим Ездили ранее С ним на какие-то старты Даже в будущий Ну, такой вот случай Расскажу, допустим Жизненный Ездили, видимо Первенство России Было среди студентов Андрей тогда стал Первым, по-моему, на первенстве России в среде студентов И ехал такой печальный После этого И один из тренеров спросил Андрей, почему ты печалят? Ты хочешь выиграть всех, что ли? Или чемпион Ты хочешь стать чемпионом мира? Он такой Да, я хочу Вот такой мне рассказ Рассказывали про Андрея Беляева То есть он тогда расстроился, что он Я не знаю, что он расстроился Может быть Просто он хотел всегда большего Тоска по большим победам И по большим успехам Наверное, его одолела тогда Андрею как-то При мне Ну, кто-то задал вопрос Я уже не помню Давно было Андрей, а как ты так Столько вот поднимаешь много? Он так посмотрел на него Говорит Есть ребята и посильнее То есть он как-то такой Он очень скромный человек Про мотивацию Да, Филипыч Еще хочу добавить Допустим Даже когда мы сейчас проводили В честь Ну, можно сказать Его турнир Его кубок Будучи Придя на этот кубок Он вел себя Скромно Тихо И сегодня в этой студии Его нет Да Кстати Ну, человек очень Сдержанный Скромный Ну, и Может быть Этим И он притягивает К себе Наверное Такой Потаенный Какой-то Смысл Такой Да Вот этого Сила Которая В нем Сконцентрирована Интересный Фрагмент Интересная История И К вопросу Мотивации Ее Можно как-то Себе Культивировать Или она Просто человеку Вот Хочу И все Откуда Она берется И что С ней делать Чтобы ее Не потерять Вот еще Очень важный вопрос Наверное Тут от возраста Зависит Допустим Я Как спортсмен Знаю Ну, понимаю То, что Допустим Когда я начинал Только заниматься Меня просто Может Амбиции Играли во мне Такие юношеские Амбиции Просто Я хочу Значит Я сделала Сильным Сейчас же Я занимаюсь Потому что Мне это нравится Просто нравится А результат Уже Побочно Побочное действие Такой Бонус Иток Да Я занимаюсь Не для медалей А тогда Именно У меня играли Амбиции Я хотел Побеждать Да, Андрей Вы для чего Занимаетесь Ну, я не знаю Я считаю Что у каждого Человека Есть свой талант Ну, неважно В спорте Либо В каких-то там В каком-то Творчестве И нужно его Просто найти И раскрыть То есть Нужно попробовать Все Практически И определиться То есть У каждого человека Есть свой Дар Талант А может быть Пауэрлифтинг Хобби Конечно В основном Это хобби и есть Даже мой тренер Мне такие идеи Всегда Не навязывал Рассказывал То, что Пауэрлифтинг Может быть Основополагающим Для всех видов спорта На самом деле Это хорошая База Трех упражнений Которые развивают Весь организм Даже для шахматиста Эмоционально Разгрузиться Придя в зал Физически Поработав С тремя движениями Пауэрлифтинга Может благоприятно И сыграть на его Умственные Допустим Или хеда Да, конечно Так сказать Как любые физические Нагрузки Работают положительно Все профессиональные Спортсмены То есть Будто Легкоатлеты Спортсмены Игровых видов Спорта Они Все делают Подсобные упражнения В тренажерном зале Ну у них Свои определенные Комплексы И вот эта вот Золотая тройка Она входит везде То есть Делают ее Абсолютно все Да Возвращаясь К кубку Андрея Беляева Вот Филипп Заметил Что В подростковом возрасте Вот этот Максимализм Юношеский Да Я сделаю Я хочу Я достигну А сейчас Уже в более Зрелом возрасте Просто получаешь Кайф Удовольствие Того что происходит Да Ну и дополнительно Еще какой-то результат О кубке поговорим Какие возрастные категории В кубке участвовали И что руководит Этими людьми Так как кубок Проводился первый раз Мы объединили категории И сделали всего лишь Четыре категории Среди мужчин И четыре Среди женщин У женщин было До 56 До 67,5 До 75 И 75 Плюс Категория У мужчин До 82 До 90 До 100 И 100 Плюс Это мы говорим о весе Это весовые категории А возраст Возраст мы объединили просто Без возрастных категорий Получается Без разницы Сколько человек По факту Спортсмены какого возраста Присутствовали на соревновании Заявились Так Наверное Самый возрастной 49 Нет Евгений Калинин Наверное Это 50 50 Наверное С чем-то лет Да И Самый молодой Участник Нашего Кубка Молодой человек Школьник был Помню Лет может 13 13 14 Ну где-то так Вот этот молодой человек Школьник Про которого вы говорите Он целенаправленно занимается У тренера Или спортивная школа У него Нет Он в фитнес-клубе занимается В фитнес-клубе Обычный стандартный фитнес-клуб Да Замечательно И вот он решил Занимаясь в фитнес-клубе В 14 лет Да Ну к примеру Пойти Принять участие В соревнованиях Это уже не первый его старт Я видал уже его Допустим На других стартах Ну такой вот Обычный школьник Ну Если взять Казалось бы Нашу же с Андреем Спортивную карьеру Мы начинали с таких же Выступлений В каких-то Споршколах Не споршколах Наверное Мы начинали с дюдца Лепсинского дюдца Ну Андрей наверное Детский юношеский центр Да Андрей из другого города Он немножко По-другому начинал Но мы встречались С дюдцей как раз Просто по джиму лежа Выступали Это первое соревнование А потом уже По трейборью Уже более сложный Так сказать Этап Да Насколько я понимаю Для вас обоих Это хобби Сейчас Нет Мы оба тренируем Тренируйтесь Фитнес тренер Спорт В фитнес клубе Родина Я старший тренер В фитнес клубе Рекорд джим Рекорд джим Конкуренция чувствуется? Нет Если честно Филипп Сейчас является Моим тренером То есть Мы друзья Мы коллеги Получается То есть По федерации В РПФ То есть У нас нету Никакой конкуренции У нас она здоровая Конкуренция Можно так сказать Такая дружеская Обмен опытом Да Можно и так сказать Можно что-то Позаимствовать У друг друга Как бы Какие-то Знания Понимания Упражнения Начиная от упражнений Кончая пониманием Что Чего-то Либо Допустим Ну Также Андрей Как-то мне рассказывал Про изучение Темперамента человека То есть Строить программы Тренировок Уже Отталкиваясь От темперамента человека Я же в свою очередь Преподношу Наверное Какие-то новые В наше Ну В наше общение В познание Нового Какого-то движения Вариации Соревновательного движения Что-то Какие-то Ну грубо бы сказать Приблуды Наверное Дополнительные В наш Тренинг Заморочки такие В наш рацион В наш рацион Про темперамент Очень интересно Если успеем Еще Поговорим об этом В конце программы Да Кубку вернемся Сколько Времени Заняла у вас Подготовка Идея Я так поняла Что возникла Не столько спонтанно Сколько вот именно Чтобы Показать Значимость Андрея Беляева Да Для Кировской области И популяризация Его Будем назвать Это движением Популяризация Его движения Как готовились К этому Как выбирали Помещение Пространство С кем договаривались Как это все Происходило Идея появилась Очень давно Идея конечно У нас Главный такой Генератор Идей Это Андрей Все таки Что то такое Сказать Прямо В точку Которая будет Актуальна От Андрея Да От Андрея Потом мы Начинаем Развивать И воплощать В действия Всегда Будучи Так как Сказать Мы уже Не первый раз Проводим соревнования Вопросов С помещением Не было Это конечно же Рекорд джиму Мне никогда Не отказывали Там мы всегда Также я там Старший тренер Пользуюсь Каким-то авторитетом И всегда Ну Мне вообще Не отказывали Никогда В какой-то Помощи В какой-то Активности Всегда поддерживают Тренерский состав В нашем фитнес-клубе Какую-то активность Сразу выбрали Помещение Ну Помещение Сразу начали думать Как Какую нам делать Так сказать Рекламную политику От чего Отталкиваться На какие моменты Обратить внимание Что нового Мы можем преподнести В организации Турнира В этот раз Мы Вообще Изначально Поговорив с тренерским составом Мы предложили Управляющей Провести Мульти-турнир То есть у нас Первый кубок Имени Андрея Беляева Проходил В рамках Мульти-турнира Мульти-турнир Состоял из трех видов спорта Кроссфит Пауэрлифтинг Самбо Самбо Были дети Кроссфит Это командное Первенство было И у нас Такое Наверное Я как бы Ну Не хочу быть Игорь Так Вот Ну Хвастайтесь Ну Хвастайтесь Да Похвастаюсь То что Наверное Да Все-таки Из трех видов спорта У нас была Самое яркое Самое значимое Самое значимое Соревнование За весь мульти-турнир Мульти-турнир Проводил В городе Кирове Кировской области Мульти-турниров Еще не проводилось Мы были первые Открыватели Кубок имени Андрея Беляева Тоже первый Что было Допустим Такого Ценного Именно в этом Ну Нового У нас были Девушки Которые Выносили Дощечки У нас Девушки Как положено Типа как Green Girl Ну типа Так У нас было Грамотное Расписание То есть Кроме Награждения Где мы Чуть-чуть Запоздали Минут на 10-15 Ну это Малочка Судейская Поправка Все четко Точь-в-точ Расписание Составлено По расписанию Пошли То есть У нас Начало Начало Соревнований Было в 10-30 Мы закончили Все уже В 19-30 У нас закончился Крайний поток Жималежа Пауэрлифсинг Еще раньше Закончился Все было Идеально 9 часов Стопа Для организаторов Наверное Довольно сложно Да Мы до сих пор Отходим Не забываем То что Мы кроме Как организаторы Еще тренеры Также наши Спортсмены Выступают Выступают От 5 до 10 человек Тут же Мы их выводим Подожди За раз Ну За весь На всем турнире Допустим Из 100 человек Участников 5-10 Только у меня 5-10 у Андрея 5-10 У нас еще есть Помощник Ну как бы В команде Дмитрий У него 5-10 То есть 100 человек Да Около 100 человек Участников Было участников А распределение Мальчики Девочки Сколько примерно Сколько девчонок 70 на 30 30 девчонок 30 девчонок 70 мужчин Ну да Где-то так Примерно Девчонок довольно-таки Много Немало Девчонки молодцы Это же Более силовой вид спорта У нас девушки Но они выступают И Причем они имеют Неплохие формы Да Мы в этой студии Тоже уже говорили Что девчонки Которые занимаются Конкретно Силовыми Видами спорта Очень даже Молодцы И У тебя держат В прекрасной форме Конечно Маньякам лучше Таким не подходить А так и не поймешь Девчонка Вот такими вот Навыками обладает И убить может Ну не знаю Я лично Мне вот Ну не нравится Суждение Допустим Такое Что Мол Если ты занимаешь Силами вида спорта То и Силы у тебя много И в обыденности Ты ее можешь применять Мне это суждение Не нравится Допустим Я уверяю вас То что Что-то перетащить Я лучше найму Какие-нибудь грузчиков Или попрошу ребят Чем сам это буду делать Интересно Почему Ну я не знаю Ну Зачем Я менее функционален Наверное Я Оттачиваю свой навык В зале Я оттачиваю Под что-то Допустим Я оттачиваю Под приседания Я оттачиваю Под жем лежа Я оттачиваю Под тягу Я не грузчик Так Давайте теперь Забираться со вторым вопросом Который я задавала В самом начале программы Помимо того Как Возможно То что человек Поднимает такой вес Второй мой вопрос был Зачем он это делает Потому что Он этого хочет Может у него Какая-то цель Победить Себя Там Что-то еще Ну У всех Разная мотивация Филипп Так Ну во-первых Наверное Ты получаешь Какой-то определенный Кайф От преодоления Именно Ну веса Который Больше 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 вес Это раз Это одно дело На тренировках Другое Ты поднимаешь Больше вес Чем на тренировках На соревнованиях Вообще Хотя Давайте мы вас пригласим На следующее наше соревнование С удовольствием Это раз Чтобы вы как раз Почувствовали Ту атмосферу Что находится на соревнованиях У меня Допустим Многие ребята Кто там Выходцы Ну раньше занимались Бодибилдингом Ну различными видами спорта Они болеют Именно сейчас Ну реально Заболели именно Пауэрлифтингом Потому что Пауэрлифтинг Тут все как бы Четко и понятно Тут никак Ну Я конечно не хочу Там ущемлять Или там Как-то Превозносить Пауэрлифтинг Другими видами Спорта Но все-таки Тут объективно У нас хоть Трое-трое судей Судей Вот объективно Взял Не взял Все понятно Да Там есть нюансы Кому-то Какому-то судье Может показаться Не досел человек Кому-то досел Но в общем-то Все гораздо объективнее Ты либо взял Либо не взял вес Все Не то что Здесь носочек Не дотянул Да Что-нибудь У нас все Понятно сразу И по весам Все понятно Да Сколько ровно Все четко Тут сразу Результаты тоже видят Допустим Ты на одних соревнованиях Пожалуй 70 На других 80 Все Результат сразу виден Налицо Прогресс есть Да Прогресс есть А не то что Да Не знаю Про атмосферу Соревнований Сговорили Расскажите пожалуйста Слушателям Как происходило Это все эмоционально Были ли болельщики И как они болели За своих спортсменов Вообще Как я только Закончился турнир Мне сразу Посыпались Куча Так сказать Благодарностей В контакте И от других ребят Которые Других регионов Приезжали Которые сразу Поехали на поезд Им понравилась Атмосфера У нас В самом зале Даже По свое дело Душевная Радушная атмосфера На этот турнир Пришло очень много Зрителей И Не знаю Я всегда допустим Когда был какой-то Рекордный вес Еще что-то Давайте поддержим Атлета И куча аплодисментов К каждому Спортсмену Также поддерживает Его Там где-то По плечам Похлопает Где-то Что-то Скажет Он Давай На шатыря Поднесет Понюхать Что-нибудь Такое То есть Там Какой-то Такой Дружеский Такой Нормальный То есть Соревновательный Дух Образ Веденение Был такой момент То что Одного спортсмена Из Перми Поехали ноги На помость Хотя До этого Много вариаций Коврового покрытия Мы рассмотрели И выбрали Самое лучшее Ну человек просто Видимо В тальт наступил Я подошел К нему Я понимаю Я сам спортсмен Я понимаю То что Он приехал сюда Он готов Он готовился На результат Я был готов Ну я им предложил Свои даже ботинки Как бы для тяги Чтобы только Человек показал Свой результат Но потом Он справил Тальк Стер С борцовки И Справился Как он выступил В итоге Отлично Третье место Он занял Как зовут Давай скажем Иванов Я не помню А имя Честно говоря Забыл Ну это не так важно Господин Иванов Из Перми Отлично Выступил Какие регионы Еще присутствовали Из Перми Было два представителя Из Ижевска Конкретно Так У нас именно Да был Ижевск Пельм Советск Котельнич Республика Коми Коми Да Был один представитель Как они узнали Мероприятие Из общей группы Официальной Вконтакте Вот По федерации Так как Мы еще Одно нововведение Ввели То что у нас Призовый фонд Есть Так Вот Я не встречал Наверное Соревнования Еще по пауэрлифтингу С призовым фондом Кировской области Мы сразу Начали Ориентироваться Ну приглашать Топовых спортсменов Которые Покажут все-таки Результат наших соревнований Издают планку Высокую Сразу соревнования И достойно Как раз получить Этот призовой фонд Какой был призовой фонд Можем озвучить Там по отдельным движениям То есть за лучший коэффициент В приседании В жиме В тяге Становой То есть по 5 тысяч рублей Неплохо По крайней мере Поездка туда-обратная Окупилась бы С лихвой Именно это Окупилось у Сергея Одегова Который Утащил 10 тысяч рублей За приседание И тягу В Пермь О, молодец Он поблагодарил Даже заработал За приглашение И за то, что поучаствовал Но с него теперь Высокие результаты На следующих соревнованиях Да и когда у вас Будет следующее соревнование Следующее соревнование Проводим Планируем Наверное на август Так как Сейчас мы месяц Еще будем доводить Отдыхать Про таков Нет Мы сейчас будем Потихоньку Формировать сборную Для поездки На чемпионат мира На чемпионат Европы В мае Где он будет проходить В Станкт-Петербурге Потихоньку будем Как раз доводить Протоколы Отчеты Вот это все Благодарности Тоже Рассмотрим Что-то Минусы разберем В наших соревнованиях И у нас будет Снова Три месяца На подготовку Наших новых соревнований Ага И что это будет За мероприятие в августе? Мы пока еще не думали Мы еще От предыдущих соревнований Не отошли Андрей говорит Уверен Потому что Андрей Еще не придумал Нет Я на самом деле Все придумал Просто я пока молчу Давайте хотя бы Такую маленькую Зацепочку Слушателям дадим Ну это будет Какой-нибудь Такой необычный Мастерский турнир Типа Название Монстр Геймс Что-то такое Типа Игры монстров Ну что-то вот В таком формате Я вижу это Классно То есть это не Стандартные Три упражнения Нет Нет Это все стандартные Три упражнения Просто как-то Необычных Вот хочется Это сделать Подойти Какой-то атмосферы Какой-то такой Что еще Не делал никто Здорово Приглашенные Звезды будут? Ну раз Монстр Геймс Так конечно Звезды Может быть Сам выступлю даже Вот Да Это было бы здорово Отлично Значит в августе Тогда ждем от вас Сообщений По этому поводу Ждем приглашений Давайте еще Выделим Спортсменов Ярких Которые себя Прекрасно показали Из Кировчан Давайте Это все мы Не местных Да не местных Кто у нас Кировские ребята Хорошие Классные Вахрушева Любовь Китаев Николай Люба Сколько Взяла Как Что Как Девчонка Вообще Это удается Ну Люба Я ее тренер А Понятно Понятно Как удается Теперь Люба Подняла В приседаниях 130 килограмм 130 А вес у нее Сколько 56 У нас зависелось 56 Да Ну хрупкая Маленькая Расточка Не хрупкая Уверяем Такая Гармонично Сложенная Спортсменка 130 килограмм Приседания 65 В жеме Лежа И 140 В становой тяге Обалдеть Вот Слушайте мужчины Да Вот так вот Так девчонки Стас Бахтин Из Советска Который пожал Лежа 260 килограммов При собственных 115 Обалдеть Вот Он кстати И унес тоже Один из Часть призового фонда По жиму Лежа Сколько нужно Тренироваться Чтобы такие результаты Получить? Ну имею ввиду Тренироваться Значит прям Сильно направленно И как должны Проходить тренировки? Тут такой Вопрос философский Скорее Это зависит От многих Факторов Ну допустим Человек Поставит себе Задачу За год Сделай Допустим 200 килограмм Жим Наверное Это нереально Будет За год Нереально Сколько нужно Время Даже нет Ну давайте Вот как Андрей Правильно сказал Тут много факторов Талант Упорство Рвение Какие-то жизненные Генетика Факторы Ну генетика Талант Наверное Тоже почти одинаково Потом Ну вот жизненные Факторы Очень тоже Влияют То есть Что именно? Работа Да блин Все Домашняя Обстановка Минимум Строста Очень много Просто Как спортсмены Понимаю Что когда Какие-то проблемы Не нужно на них Обращать внимание Но лучше бы Их не было Ну это понятно Это в любом В виде спорта В любом направлении жизни Хорошо Допустим Как понять Человеку Тогда Есть у него Талант к этому Или нет Как понять Предрасположен ли он Может ли он Когда есть желание Да Как этого знать Ну Вы так рассуждаете Будто Неталантливого Спортсмена Не нужно заниматься Вот Да Интересно Со своей практики Когда я Начинал заниматься У меня были Более гораздо Талантливые Ребята Которые занимались Но Своим трудолюбием И упорством Когда Ребята Допустим Там Где-то Спасовали Просто выпивали Пиво А я просто Дальше продолжал Тренироваться Своим трудолюбием Я вышел На более высокий уровень Нежели они Не остались Все там же Как бы Хорошо Не факт Что это талант Но талант Это неопределяющее Достичь можно всего Достичь можно всего Да Без разницы Трудолюбимый упор Талантливому человеку Даже надо в два раза Больше заниматься И вкладываться Разумно Талантливые люди Когда чувствуют Что они выше У них больше Лучше получается Чем у других Они начинают Просто Более Так сказать Лайтовенько Тренироваться Ну как-то Да Фор давать Молодежи Да нет Не фору А наверное Как-то Относиться Будто Это так и должно быть На самом деле Спорт как раз показывает На что Каждый способен Штангу не обманешь Штангу Хорошие слова Это мы вынесем Заголовок нашей программы С какого возраста Тренироваться можно И сегодня поговорили Про самого возрастного Участника кубка Как долго можно тренироваться И если В каком возрасте Еще не поздно Прийти в пауэрлифтинг Ну Есть много случаев Что приходят люди Особенно На западе Там человек Выходит на пенсию Приходит там лет в 60 И бывает Что выступает И по пауэрлифтингу И бодибилдингу И просто имеют Какую-то Хорошую Физическую форму То есть В любом возрасте Можно прийти И заниматься То есть Железом То есть Начиная От такого Пенсионного возраста И где-то Со школьных лет То есть Возможно Все И штангу Не обманешь Вот Девиз нашей Сегодняшней программы Да Вынуждены мы Закончить Время наше Подошло к концу Говорили мы Сегодня О кубке Андрея Беляева Который случился В минувшую субботу И о пауэрлифтинге Насколько Это комплексная И сложная Система Участникам И со творцом Творцом Который может стать Каждый Да Для себя Для реализации Своих собственных Каких-то Амбиций И желаний Правильно говорю Да Подтверждают Филипп Абухов Региональный представитель ВРПФ По Кировской области Мастер спорта Международного класса По пауэрлифтингу И Андрей Дуденец Мастер спорта Международного класса По жиму Штанги Лежа Двукратный чемпион мира Среди юниоров Спасибо большое Уважаемые гости Что пришли Ждем анонса Августовского мероприятия Да И спортивных вам побед Вам спасибо Что пригласили До свидания До свидания